На сегодняшний день у нас все дома местных советов, за исключением четырех домов, подключенных к системе отопления. Четыре дома – это две ведомственные котельные. Одна из котелин – это покупное тепло. Это покупное тепло, которое мы берем от Одесской железной дороги. Там у нас три дома на Зиньковецкой. Причина – отсутствие манометра. Манометр будет в среду, и в среду по этим трем домам будет подан теплоноситель. И один дом – это Малиновского, 16, подключена от котельной хвойной. Сегодня они запускают теплоноситель. По всем остальным домам коммунальной собственности теплоноситель был подан по всем абсолютно домам. На сегодняшний день есть 25 порывов, которые коммунальное предприятие теплоснабжения устраняет. Организованы круглосуточные бригады. На сегодняшний день работает 12 бригад, и круглосуточно они устраняют аварийные ситуации. По школам и детским садикам. На сегодняшний момент у нас нет отопления в детском садике номер 255. На утро сегодняшнего дня на Пастера 48 в связи с тем, что там порыв теплотрассы, и сейчас этот порыв устраняют. И на сегодняшний день у нас две школы. Это 52-я школа на Троицкой и 119-я школа на Жуковского. У нас сейчас идут капитальные работы по замене 140 метров теплотрассы на Александровском проспекте. Подрядчик уже вырезал старую магистраль, которая была повреждена при подаче теплоносителя. И с сегодняшнего дня приступает к монтажу новой магистрали. За два дня, за сегодняшний и завтрашний день эти работы будут закончены. И все 44 дома, которые на сегодняшний день отключены отопления по причине ремонта на этой магистрали, в среду будут уже включены, так же, как и эти две школы. На сегодня мы ведем работу совместно с районными администрациями по подключениям домов УСНД, ЖСК и ведомств. И на 14 часов у нас уже будет такая информация. Заявки в КП теплоснабжения дома УСНД подают. Тут же при поступлении заявки КП теплоснабжения подключает эти дома к отоплению. То есть мы говорим о тех домах, которые запитаны от нашей единой системы теплоснабжения. Есть проблема, конечно же, с домами УСНД, ЖСК и ведомств, у которых есть крышные котельные. Здесь тоже мы работаем совместно с районными администрациями.